Добрый вечер, добрый господа, у микрофона Юрий Пранько, это Финам.ФМ и ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Тема нашего разговора – миграционная политика в России, если она вообще в нашей стране. Мы пригласили экспертов, буквально через минуту я их представлю, а в самом начале напомню средства коммуникаций, которые вам точно понадобятся, чтобы задать интересующий вас вопрос, либо высказать свое мнение и соображение по теме сегодняшней программы 65 10 99 и 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона финам.фм. Соответственно, наш портал в интернете. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можете слушать, смотреть и, самое главное, участвовать в нашем разговоре. Можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере. Но прежде, знаете, так совпало, что накануне достаточно громкое письмо в адрес президента России опубликовало руководитель портала superjob.ru, очень известный портал, который занимается рекрутингом. И я думаю, многие из вас читали это открытое письмо. Поэтому, в общем-то, господин Захаров считает, что заявленная правительством России политика на создание 25 миллионов новых рабочих мест может привести просто к потоку мигрантов, что ударит по бизнесу, по местным, скажем так, кадрам. Хотя, на самом деле, российский бизнес очень даже и не против этого. А сегодня уже американские коллеги из Национального совета по разведке опубликовали свой доклад «Глобальные тенденции 2030. Альтернативные миры». И здесь вот я процитирую только один фрагмент. К 2030 году, как считают авторы этого доклада, население России сократится на 10 миллионов человек до 130 миллионов, что станет самым большим демографическим упадком в мире в обозначенный период и приведет к дефициту рабочей силы, соответственно, нашей стране. Это противоречит оптимизму властей, которые хвалятся небывалым в современной истории страны при росте населения и подтверждает опасения независимых экспертов по поводу нового демографического удара. И, в общем-то, вновь это скатывается к теме миграции, к теме мигрантов, без которых российская экономика не сможет обойтись. Я представляю моих сегодняшних гостей. Это Агамали Мамедов, доктор социологических наук, профессор соцфака МГО. Агамали, вечер добрый. Это Мухаммад Амин Маджубендер, президент Федерации иммигрантов России. Мухаммад, добрый вечер. Добрый вечер. И Иван Соловьев, доктор юридических наук, профессор. Иван Хратвий, добрый вечер. Добрый вечер. Вот давайте так, мы по стрелке сейчас часовое пойдем. Агамали, вот на самом деле я эту тему хочу рассмотреть с разных точек зрения. И не только, скажем так, миграции или мигрантов из стран бывшего СССР, но и расширить этот вопрос из стран дальнего зарубежья. Я знаю, что у меня есть знакомые, которые не являются резидентами России, но хотели бы жить в стране. Они являются гражданами США, они могут являться гражданами Израиля. Есть разные вариации. И то, что они мне рассказывают, это вообще тихий ужас. А из последнего, значит, вид на жительство Великобритании, вот самый, знаете, дальше я поставлю многоточие, характеристику именно этой страны в части миграционной политики, она очень жесткая. Тем не менее, человек получил за два месяца вид на жительство. Мыторство здесь, в России, эти люди, говорят, просто не поддаются никакому объяснению. Ваш взгляд на проблематику? Ну, во-первых, по поводу Британии, два месяца, это, конечно, так, немножко преувеличение, да, все-таки у них вот этот, пять лет проходит, прежде чем получить вид на жительство, джоппермит получить в Лондоне достаточно сложно. Что касается России, ну, проблема очень сложная, но надо понимать, что Россия, это не единственная страна, которая решает проблему депопуляции. Любая страна с урбанистической культурой, она переживает очень серьезный демографический спад. Да, очень серьезная проблема в Австралии, очень серьезная проблема в Канаде, очень много, и, конечно же, проблемы и в России в том числе. Вот возникает вопрос, нужны ли нам мигранты? Как вы отвечаете на этот вопрос? Какие нужны мигранты и в каком количестве? Вы знаете, вот это самый главный вопрос, который мы должны решить. На мой взгляд, вот до сих пор внятной политики о том, какие нам нужны мигранты, вот на этот вопрос правительство до сих пор не отвечает. Понимаете, я несколько раз у вас уже говорил, что в древнем Египте инженер Герон открыл, знаете, паровую машину, которая открывала, сделал паровую машину, которая открывала двери в храме. Но ее не создали, потому что была бесплатная рабочая сила в лице рабов. Я считаю, что нынешний поток мигрантов тормозит, консервирует социально-модернизационное развитие России. Я участник петербургского диалога, вот в Акербарте, в Германии мы заседаем по этому поводу. Я просто помню прекрасный пример, когда немцы предложили руководителям российских регионов поставить им машину, так называемый крот, который, знаете, там под землей, само, знаете, распределяет линии и так далее. Мне замгубернатор говорит, я прошу прощения за делом, говорит, да нафига, говорит, мне эта машина. Я лучше 200 человек гастарбайтеров найму, я, во-первых, с них кто-то что-то поимеет там и так далее. То есть, вы понимаете, наличие большого количества мигрантов однозначно тормозит социальное, экономическое и другое развитие России. Это Гамалим Амедов. Мухаммад, ваш взгляд? Ну, у меня другая точка зрения. Сегодня, ну, я практически последние 6 лет работаю, ближе очень много экспертов, ученых. Когда они не изучают, вот, проблема Россия, да, введя, который демографический упад, когда регион умирает, населения нету региона. Практически, вот, я последний месяц 6-7 регионов ездил, региона практически молодежи нету. Они уехали или из центральной России, Москва-Питер, или за границей. Остаются и старики, и ненужные люди. Перезвозства нету, работы нету, люди, которые там живут, пострадают. А кто может поднять, когда народа нету, а кто-то должен руль брать. Это случай, государство должно приглашать тот трудовой ресурс, но планированный, и высокий коллекционный, и простой рабочий. Ну, планированный должны такие регионы. А на сегодняшний день, на ваш взгляд, это отсутствует? Конечно. Сегодня у нас практически 90% иммигрантов, которые приезжают, они не могут получать легальный статус и не дают. Они работают в теневой секторе, более триллион рублей потеряет государство. Ежегодно? Ежегодно. Потому что это большинство теневой сектора, строительство, супермаркет, торговля, услуги, и все работают в теневой секторе. Искусственно создают власти, и некоторые недобросовестные бизнесмены, люди работают в теневой секторе. А по всей нему есть в этом умысел? Конечно. Конечно. Причем вот триллион-то. Понимаете, если 9-10 миллионов человек в теневой секторе работает, строит город, мы видим перед нами, как растет практически, как лепление, дома строят, супермаркет, торговый центр. Но мы хотели иммигрантов, прежде чем нам не нужно гражданство, нам нужен легальный статус. Мы могли легально работать, мы могли легально оформлять трудовой договор. Вот в Москве, в нашей оценке, около трех миллионов человек работают, иммигранты. А 180 тысяч получают легальные. Три миллиона и 180 тысяч. Представляете, остальные люди в теневой секторе работают. Это известно перед властью, перед обществом, перед экспертом. И все знают, из-за чего эти люди здесь живут, работают, убирают и строят. Из-за чего искусственно создают барьер. А в этом отдельно поговорим. Иван, ваш взгляд. Вы знаете, мне кажется, наверное, достаточно мало примеров можно было бы привести, где государство, знаете, так широко открывало бы объятия для всех желающих, кто хочет приехать. Да, потому что есть общеизвестная поговорка, да, что чем шире ты раскрываешь объятия, тем проще тебе распять. Бывает. Поэтому, вот, быть, конечно, гостеприимным, это очень хорошо, это очень правильно, это с самой лучшей стороны характеризует любой народ. Но, я думаю, как мы можем посмотреть по примерам и в мировой истории, и в современности, каждое государство старается, очень тщательно старается миграционные потоки регулировать. Поскольку, помимо того, что люди приезжают к нам, ну, давайте будем откровенны, ведь люди приезжают для того, чтобы пополнить свой бюджет, пополнить семейный бюджет, помочь им выжить на своей родине, потому что большая часть у нас мигрантов, это жители стран СНГ, чего греха таить. У них очень непростая экономическая ситуация, и те деньги, та зарплата, которую они получают здесь, помогают их семьям в тех странах выживать, мы же такую возможность предоставляем этим людям, пусть даже при условии того, что любое государство и Россия, я думаю, в первых рядах заинтересовано в том, чтобы процессы миграционные были прозрачными, транспарентными, чтобы все играли по одним и тем же правилам. Но вот задавая тон дискуссии, я бы хотел отметить, что эти процессы, это дорога с двухсторонним движением, с одной стороны это усилия со стороны государства по регулированию, и с другой стороны это в том числе и определенные усилия со стороны тех людей, которые приезжают. Во-первых, это в определенной степени уважения, в определенной степени любознательности хотя бы знать и уважать историю, религию того государства, куда ты приезжаешь. Да, так в том числе терпимо относиться, потому что незнание и нежелание знать рождает вражду. Да, да, рождает определенную вражду. Ну и плюс давайте не забывать, что все-таки у нас еще пока в структуре преступности общей. Есть миграционная составляющая. Да, есть миграционная составляющая. Мы сейчас идем на краткие новости, затем продолжим реальное время на Финам. 19.17 это реальное время в Финам. Финам.фм, миграционная политика России, если она вообще в нашей стране, тема нашего сегодняшнего разговора. Иван, я хочу с вами продолжить. Этот диалог, вот вы обозначили, значит, степень ответственности должна быть у государства, степень ответственности должна быть у мигрантов, наверное, у бизнеса, да, который в конце концов пользуется и приглашает, да, этой рабочей силой. Но почему этого ничего нет-то? Триллион? Триллион? Вот он, ответ. Теневой? Триллион? Триллион? Или в чем суть-то? Ну, вы же понимаете, что, ну, вы знаете, есть определенная опасность, вот сразу так ставить диагноз, что вот именно причина составляющая, да, финансовая, бесспорная, и она есть. Мы же не можем целый ряд факторов, которые нашу жизнь сегодня сопровождают и сопутствуют из этих миграционных процессов исключать. Конечно, и коррупционная составляющая здесь есть. Конечно, есть заинтересованность в том, чтобы такой труд использовался, потому что как только вся процедура от и до становится прозрачной, как только уплачиваются все налоги в бюджет государства, потому что мы же понимаем, что те средства, которые сегодня направляются на родину, тех людей, которые к нам приехали зарабатывать, они не подлежат никакому налогообложению. Люди в конверте получают деньги хорошо, если еще те обязательства, которые работодатели дали первоначально, выполняются. И эти деньги также по системе денежных переводов переправляются за рубеж. Наша страна ничего на этом не зарабатывает. Это первый момент, который, ну, можно было бы сказать, вы знаете, в свое время проводили исследование, я могу вам сказать, посчитали, 4% стоящих на налоговом учете иностранных граждан подавали декларации по налогу на доходы физических лиц. Всего лишь на 4%. Да, это был конец 90-х годов, но сама процентовка, она, конечно, говорит о том, насколько в тени или не в тени это находится, и о степени правовой, в том числе грамотности, и вообще правовой культуры, и готовности соблюдать законы страны, в которой ты зарабатываешь. Потому что, ну, если нормальный человек, приезжая в страну, он, во-первых, наверное, я имею в виду работать, конечно же, во-первых, наверное, захочет правильно владеть основами языка, для того, чтобы можно было общаться и разговаривать, наверное, изучит историю и основы религии этой страны, и не на последнем месте здесь знание законов. А по каким законам живет страна? Что нужно соблюдать, что не соблюдать? А страна живет по законам? А страна живет по законам, я в этом не сомневаюсь. Просто если сомневаться в этом, тогда нет смысла вообще ни о чем говорить. Страна, конечно, живет по законам. А вот задача двоякая. Во-первых, заставить, попросить, создать все условия для того, чтобы уважали законы те люди, которые приезжают к нам работать, но сделать это можно только собственным примером, уважая самим свои собственные законы. Да. Я хотел оппонировать здесь коллеги. У меня просто... Я вот очень много мероприятий участвую. Иногда как-то неприятно, когда не изучают проблемы. И не изучают иммигранты, вот как коллега сейчас вот и сказал, иммигранты забирают зарплаты, отправляют и так далее. Иммигранты, которые здесь из 15-20 миллионов иммигрантов, они производители, здесь они трудятся, свой труд оставляют. За труд он получает мизерные зарплаты, оттуда он оставляет жилье, питание, медицину, транспорт. Сейчас деньги он отправляет домой. Он забирает липсу, он производил, трудил, оставил здесь. Больше он забрал от своих трудов. Я понимаю, о чем вы говорите, да. Наши ученые это должны пиаровать. Кроме того, иностранные инвестиции, сотни миллиардов, которые привозят Россию, иностранцы. Кроме того, более год 300 миллиардов долларов товарный кредит от продукта, бещевой, электроники. И все, и все, которые от Китая, Турции, медицины и так далее, привозят иностранный бизнес здесь, туризм, который привозит тоже доходы. Я соглашаюсь, потому что у нас все сводится к дворникам-таджикам. Все эти дискуссии, да. А ведь здесь совершенно другой ракурс. Состоящие иностранцы, которые вот наготепи создают, они бы тоже трудооставляют. Это таджики, он бы улицу убирает, шестит, за это здесь тысячу рублей получает. Он бы не ворует это здесь тысячу от России или так далее. Поэтому, почему система не работает? Почему? За 90% людей, закон, вот вы вопрос дали, говорится, закон работает ли в защите государства? Мы говорим, работает. Зачем меня квалит? Здесь, если я гражданин, я люблю свое государство, хочу защищать его, я должен перед президентом, перед обществом. Правдаю сказать, надо перемен. Закон должен служить для нас, для нашего государства. А сейчас он для кого служит? Вот и него бизнес. Вот это триллион. Коррупция. Да, Агамали. Вы знаете, здесь такой вопрос. А что мы хотим строить? Если мы хотим строить гедонистическое общество, которое, скажем так, проживает на нефтяной трубе, тогда все абсолютно правильно, что было сказано. Нам нужно огромное количество мигрантов, они должны за нас чистить улицы, они должны работать на заводах и так далее. Но если мы хотим видеть Россию все-таки динамичной страной, говорят, нация это постоянно плебисцит, нация постоянно думает о будущем. Если мы хотим представлять Россию динамичной страной, идущей вперед, нам нужны специалисты, нам нужно такое большое количество рабочих рук, которые будут убирать и так далее. Это, я еще раз повторяю, тормозит наше социальное развитие. Это первое. Второе. Ну, как-то Примаков сказал, что для того, чтобы Россия сделала рывок вперед, нужно, чтобы до 55% рабочих имели высшую квалификацию. У нас сейчас 2% рабочих имеет высшую квалификацию. Остальные все ниже, ниже и ниже. Я могу привести пример. Огромное количество деиндустриализации российских регионов и так далее. Спасут ли это мигранты? Большой вопрос. Большой вопрос. У нас проводят параллель с другими странами. Вот Германия в 54-м, в 63-м году, Галабини и Лёг в 63-м году пригласили огромное количество мигрантов. Но они мигрантов пригласили под конкретные программы модернизации. А у нас огромное количество мигрантов при деиндустриализации страны, при, скажем, спаде социально-экономической организации, они, по сути, занимаются социальным демпингом. А кто тогда заинтересован в мигрантах? А я скажу. Кто? Бенефициар? Бенефициар субъектами являются, во-первых, те, скажем так, те представители социальных структур, которые считают, что вот это проживание на нефтяной игле гораздо выгоднее нам. Это власть. Это власть в том числе. Да, это власть в том числе. И, конечно, представители тех структур, которые считают, что, знаете, можно привезти, заплатить ему 10 тысяч, а потом через два года, а через два года он стоит у метро. Прошу прощения, втюривает нам какие-то газеты, какие-то буклеты там и так далее. Через полгода он становится безработным. А куда пойдет он безработным? Вот это огромная проблема. Вы знаете, мы неоднократно с вами говорили, что увеличение молодежной безработицы на 1% увеличит преступность на 5-6%. Прямая корреляция? Да, прямая корреляция. Прямая корреляция. Некоторые говорят до 10% сейчас. Но в Соединенных Штатах, в Чикаго в 2020 год проводили исследование увеличения безработицы среди мигрантов на 1%, увеличило преступность на 4%. Насколько процентов увеличивает криминогенность этой ситуации, это огромный вопрос. Далее, вы знаете, здесь было сказано, что несут объект, скажем так, ответственности страны, которых присылают. А не кажется ли вам тем, что мы открыли для них широко двери, мы тем самым играем плохую службу для этих государств. Наиболее действительная, наиболее активная часть, те, которые не согласны с трейбализмом, те не согласны, которые еще больше, еще худшей коррупцией, они прибегают к нам, а будет ли там демократический процесс идти? Ну, заметьте, это мы открыли границы. Это мы открыли границы. Но вы понимаете, нам навязалась эта ситуация, да, вы понимаете, у нас не совсем правильно проводят, ну, скажем так, параллели с Англией, с другими странами, эти страны были колониальными. Они не с Францией, они несут ответственность за ту колониальную политику, которая была. У нас ни СССР, ни Россия никогда не было колоний в таком смысле слова. У нас было, наоборот, никогда у нас не было колоний, простите. У нас СССР, наоборот, была империя регионов, как говорили. У нас регионы жили гораздо лучше, чем митрополия. И вы понимаете, вот вводить, да, вот вводить, знаете, сейчас, что степень ответственности России за эти регионы, она должна взять их там подкармливать, пускать, ну, знаете, ну, достаточно, скажем так, большое лукавство. — Иван, как вы думаете, почему власть не может сформулировать внятную политику миграционную? — Ну, вы знаете, я бы, во-первых, с вами поспорил, что власть не может ее сформулировать. Давайте посмотрим... — Ну, судя по тому, что вот цифры 3 миллиона и 180 тысяч, это, по-моему, вердикт. — Давайте посмотрим, что у нас появилось за последнее время. Во-первых, это концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Не буду рассказывать про этот... Кстати, документ подписан президентом, он достаточно серьезный, состоящий из нескольких разделов, который, ну, скажем так, по полочкам систематизирует все те вопросы, которые есть. Он определяет три основных этапа, которые нам предстоят в реализации государственной миграционной политики. И я могу сказать, что это, ну, наверное, первая такая масштабная объемная попытка систематизации наших перспектив в сфере миграционного законодательства. И, надо сказать, достаточно четкая, лаконичная и содержательная. Посмотрите, в последнее время появились и новые нормы, которые предусматривают, в частности, сдачу экзамена на владение русским языком. Прекрасная инициатива. При получении соответствующих разрешений на работу. Ряд мер, которые регулируют, вот мы затронули сегодня вопросы криминогенности, вопросы привлечения к административной ответственности, тех, кто недобросовестно пользуется своим статусом мигранта здесь. И в том числе противостояние, так называемым, вот как у нас, да, пора давно решать вопрос с регистрацией этих людей, потому что где они находятся, эти безумные резиновые квартиры, где по 200, по 300 человек у нас в одном месте зарегистрировано иностранных граждан. Это не коррупция. Это, понимаете, если 180 тысяч человек приглашают города Москвы, городской власти, дают разрешение. Это живые люди. Их где-то надо жить. Условия не созданы. Приглашаем мы людей. Не говорим про 3 миллиона. Где-то они должны жить. Итоги, жилье нету, или общежития, или гостиницы нету. Итоги, люди вынуждены жить. Одно квадратное, сколько человек. Количество увеличится. Если не создаются условия, принимающие страны, в том числе я хотел, вот наша коллега, я вот недавно в Госдуме участвовал в Компартии одном мероприятии, круглой столе. Вот господин Зуганов говорит, сегодня Россия служит экономике. Шесть экономики. Работает 55-60 миллион человек, включая пенсионеры. Такие огромные государства. Мухаммад, продолжим после новостей. Подробно расскажете. Это реальное время на Финам.фм. 19 часов 31 минута. Реальное время Финам.фм. Миграционная политика в России. Тема нашего сегодняшнего разговора. Ваши письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Наш номер многоканального телефона. Иван, я хочу, чтобы вы все-таки мысль закончили. Вы знаете, мой коллега как раз говорил, это не моя мысль была. Он начал рассказывать. Да, но он вас прервал. А можно, я здесь одну просто вещь скажу, реплику, то, что вы сказали, да? А вам не кажется, что мы обсуждаем то, что не должно обсуждаться? Незаконная миграция. Ее не должно быть вообще. А я с другой стороны могу рассмотреть. Вот созданы концепции, правильные бумажки. У нас завтра день конституции, да? Да, да. У нас замечательная конституция, да? Кто ее исполняет? Ну, что значительная часть все-таки исполнять. Юра, давайте так. Не знаю. Есть все-таки прогресс в этом, да? Прогресс? Есть прогресс. Вот для меня был бы прогресс, если бы, значит, не 3 миллиона на 180 тысяч, а наоборот было. Вот тогда это был бы прогресс. Нет, я был прогресс. Я считаю прогресс, когда 180 тысяч за квота и 180 тысяч ровно работает. Вот больше то, что мы обсуждаем, да? То, что мы больше обсуждаем, вы понимаете? Вот допустимо ли вообще любое незаконное действие? Вот у нас есть доктор юридических наук, я просто коллеге обращусь и так далее. Вы понимаете, что мы обсуждаем и так далее? Да вот все вместе. Допустимо ли незаконная миграция? Да любое незаконное явление допустимо. Но проблема ведь не в мигрантах, а проблема во власти, которая регулирует эти процессы. Вы понимаете, просто вот в моем понимании, какое-то время определенное, пока социально-экономическая стабильность у нас не стала совсем на другом уровне, ну, эту проблему как бы не замечали. Она была периодически... Работают и работают, да? Работают и работают, приезжают и приезжают, вроде бы нам не мешают, вроде бы если ведут себя хорошо, да, не грабят на улице, не отнимают сумочки у людей, не залезают в квартиры, то, ну, дай бог, пусть и работают. С одной стороны, помогают нам, потому что не все хотят, скажем так, россияне работать на определенных видах работ, там, ну, тяжелых, там, еще каких-то, да, низкоквалифицированных и так далее. А с другой стороны, ну, вроде как дополняют тот дефицит рабочей силы, который в целом есть. Но любым процессом рано или поздно приходится быть регулируемыми. Вот если мы там, да, десятилетия или даже больше, ну, как бы пустили практически на самотек этот вопрос. Ну, я не говорю, конечно, были, работала федеральная миграционная служба, работали органы внутренних дел, работали наши соответствующие, там, дипломатические службы и так далее, пограничные, то есть, ну, как бы процесс шел. Но системно взглянуть на проблему миграции и понять, почему, что есть, к чему мы пришли и как нам быть дальше, вот, по-моему, сейчас только вот происходит некое оживление такое, да. А в чем только сейчас-то? Да я же и пытаюсь вам объяснить, что всем процессом приходит свое время, да, вот, мы в свое время, посмотрите, установили жесткую уголовную ответственность за преступления в сфере экономики. Я пример, да, предъявляю. Прошло время дикого капитализма, перестали тотально воровать, посмотрите, мы за последние три года, как либерализировали уголовное законодательство. Потому что те условия, которые были, да, когда необходимы были репрессивные законодательства в сфере уголовного права, в сфере экономики, оно прошло. Настало время его изменять. И также сейчас настало время посмотреть более внимательно, какие мы имеем плюсы от того, что к нам приезжают люди, от того, что к нам приезжают мигранты, что мы им можем сами предоставить, как мы можем наиболее оптимально, уважая себя и уважая их, понимая, что, да, в определенной ситуации они нам нужны. Так же, как нужны мы им, да, ведь здесь, как я сказал, дорога навстречу друг другу. Вот как сделать так, чтобы потенциальные работодатели были заинтересованы, перешли к заинтересованности использовать легальный труд в рамках их учета, в рамках того, чтобы людям создавать прав, там, страхование медицинское, чтобы человек, который приезжает к нам, он был не брошенный, не жил где-то в помещении, где их 40 человек, там пожар, все сгорают просто, понимаете. Как долго чиновники будут отвечать на этот вопрос? Да вот уже ответили. Я могу вам сказать, вот я начал говорить действительно. Ну как ответили, если 3 миллиона нелегальных, 180 тысяч легальных? Я считаю, что цифра 3 миллиона значительно завышена. Сейчас по оценкам специалистов все-таки на треть у нас. Специалистов это кто? Специалистов, специалистов это специалистов, которые специализируются. Нет, понимаете, это не ответ, нет, это не ответ. ФМС специалисты? Нет, демографы, демографы, демографы. А, демографы. Да, 2 с чем-то. 2 с чем-то миллиона, здесь я бы не стал. Более страшная картина по Питеру. Ну хорошо, полмиллиона вы сбросили, но 2 с половиной-то. Да, конечно. Конечно, соотношение, в чем вы абсолютно правы, в том, что соотношение легальных мигрантов и нелегальных мигрантов является на сегодняшний день для того этапа, на котором находится наша страна. И в правовом смысле, и во всех остальных аспектах развития, оно неприемлемо, конечно же. И поэтому мы с вами встречаемся, и думаем, и говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы это соотношение ровно диаметрально изменилось. Агамалий, вы искренне верите в то, что вот после принятия этой концепции что-то изменится? Нет, концепция сама по себе ничего не решает и так далее, да. Но изменилось общественное мнение, да. Вы знаете, я не понимаю, например, с какой долей самоуничижения надо обладать некоторым нашим ученым, которые говорят, что для поднятия сельского хозяйства Сибири нам необходимо 18 миллионов китайцев и других крестьян запустить в нашу Сибирь. Но это ваши коллеги. Да, это мои коллеги, да. Но мы в ответ за тех, кого мы приручаем, но не за всех. Но вы понимаете, это что получается? У нас никогда не было сельского хозяйства, никогда не было крестьян, никогда никого не было. Вот только придут, скажем, китайские крестьяне, они научат нас правильно вести хозяйство, да. Я думаю, что это не совсем правильно, это некоторое такое лукавство, да. Что касается отношений к мигрантам, я думаю, что оно серьезно меняется. Оно серьезно меняется. В какую сторону? В какую сторону? Вот все больше и больше появляется желание ввести это в нормальную правовую цивилизованную форму. Несколько лет назад была какая-то, скажем так, ксенофобия даже проявлялась по отношениям, да. Сейчас это все прошло. Понимаете, что нужны мигранты, да. Вы знаете, я даже как-то писал, что 21 век это будет веком торговых войн за трудовые ресурсы. Ну какие трудовые ресурсы? Ну, например, 55% компьютерщиков США это выход из бывшего СССР, это Персия и Индия-Пакистан, да. Да, ради бога, когда речь идет о таких специалистах. Или вот американская программа, помните по мигрантам? А кому претензии? Агамали? К власти, которая 12 лет тут стабильность строит? Конечно. Вот кто бенефициар? Власть в данной ситуации. Власть в данной ситуации. Я еще раз понимаю, выгоднее делать социальный демпинг. Да? Он приходит на 10 тысяч работ, на которую россияне никогда не пойдет. На 10 тысяч, но ближайшее окружение Москвы я имею. Мы сейчас говорим о Москве. А по ведомости там несколько иная цифра проходит. Да, там несколько иная цифра и так далее. Вы знаете, в 19 веке говорили, что жесткость российских законов компенсировалась необязательностью ее выполнения. А сейчас эти мягкости российских законов усиливаются ее коррупционной составляющей. Однозначно. Если можно, я буквально два слова добавлю. Ведь здесь, когда мы говорим о бездействии государства, мы же немного лукавим. Ведь общественные отношения, они регулируются в том числе и с помощью уголовного закона. Так вот, там есть норма, где очень высокие штрафы и предусмотрена уголовная ответственность за незаконное привлечение трудомигрантов. Ведь основная идея такой нормы – это сделать так, чтобы та прибыль, которую можно получить от рабочего мигранта, была несопоставима с теми убытками, ущербом имиджевым, экономическим, социальным, которые можно получить от использования незаконного труда мигранта. И вот когда эта ситуация, она вот соответствующим образом получится, когда будут те люди, которые заинтересованы в использовании нелегального труда, когда они поймут, что дороже себе взять тех, кто нормально зарегистрирован, получил разрешение, по квоте въехал и будет работать, чем использовать тех, кто стоит на трассе и завтра непонятно с какими последствиями придется какие штрафы. Вы бизнес вините, что ли, я не пойму, вот кто, кто? Я не виню бизнес, я говорю о том, что… Вот те конторы вокруг каждого отдела ФМС, это что за структура? Послушайте, ведь когда есть нерегулированный вопрос, лазейка в любом законодательстве, в любом абсолютно, любое возьмем, налоговое, гражданское, вот сейчас вы говорите, миграционное, любое возьмем в законодательство, есть лазейка, сразу же вокруг появляется огромное количество схем, и вот людишки, конторки, которые, да, за денежку начинают предлагать услуги. Которые должны пресекать подобные вещи из правоохранительной системы госбезопасности не видят это, не знают это? Вы знаете, ведь основная задача государства, вот мы видим, что пока те законодательные инициативы, те нормы, которые в последнее время были приняты, они пока догоняли, да, вот этих людей, которые делают схемы. А вот если бы пойти по пути того, да, чтобы оказаться впереди, чтобы они догоняли уже, да, государство в инновационном, ну, в каких-то таких серьезных инновационных предложениях, если система трудовой миграции будет, как у нас сейчас принято говорить, серьезно модернизирована, да, во всех ее структурных ипостасях, вот тогда, наверное, и будет этот вопрос решена. На ваш взгляд, когда? Три миллиона или два с половиной миллиона станут легальными? Ну вот, я хотел еще сказать про эту концепцию, мы в 2007 году, начиная до 2012 года, была борьба между властью и иммигрантским сообществом для принятия данной концепции. Практически наше требование, мы общественной палатой, мы совместно заставим это, потому что мы больше хотим заинтересоваться, вот наша... В легальности. Конечно, конечно, конечно. Мы говорим, нам гражданство... Пять лет отпинывали? Конечно. Замечательно. Вот, мы хотим жить легально, и наше право было защищено, мы могли тоже платить налоги, да, и все права, как нормальные... Право социальной защиты. Что касается сегодня, почему нужны России иммигранты, это тоже вот мы должны, я вот про Зуганова вот говорил, если 55 миллион человек служит российской экономике, мы понимаем, когда Китай, Индия, Бразилия, сотни миллионов, или Америка, нисколько сотни миллионов человек служит экономике и конкурирует с ними, 55 миллионов человек не может. Здесь нужны люди, больше рабочие руки. Ну да, мы против нерегулированной иммиграции, мы не хотим. Мы хотим регулированной иммиграции. Поток иммиграции не все, Москве, Питере отправить, надо регионы, другие. И сегодня еще одна проблема будет, если нерегулированной будет, сейчас вот мы, всемирные торговые организации, Россия сейчас уже начинает работать, приезжать будут западные олигархи, открывать будут тоже регионы, разный бизнес, и там будут потоки иммиграции. Нет, вот опять, людей-то нету, опять иммигрант, они будут приглашать, поэтому, понимаете, вот это все регулировано, если будут, будут, тогда вот сегодня демографически мы говорим, у нас увеличился. Российское население не увеличилось, увеличилось от иммигрантской рождаемости, увеличилось, потому что вот это, которые роддомы, которые вот считают и так далее, у нас есть свое оценки. Да, город Москве увеличилось, потому что и все россияне приезжают в центр, это российские разные регионы, центр рождаемости увеличился. Да, мне кажется, вот это очень важный момент, Агамли, сразу после новостей мы сейчас на них уйдем, да, и затем продолжим наше общение, проведем уже, в том числе и в интерактивном режиме, 65 10 99 и 6, код Москвы 495, финам.фм, это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем, пока идут новости, можете писать, но вот это важное замечание Мухаммада о том, что мигранты сами заинтересованы в регулированности и в правовой упорядоченности, очень важен. 19.47, реальное время, финам.фм, меня зовут Юрий Пранько, и здесь у нас в московской студии эксперты, с которыми мы обсуждаем тему миграционной политики России, есть ли она вообще в стране, эту четверть мы проведем в интерактивном режиме, 65 10 99 и 6, код Москвы 495 для звонков, финам.фм, портал в интернете, но прежде Агамали. Да, я хотел бы отметить еще два фактора, которые для нас являются, скажем так, тревожными, это первый процесс михикоизации страны, да, вы знаете, есть такая проблема в Мексике, когда все население живет вокруг Мексики, Мехико, да, и вот не происходит ли у нас та же самая ситуация, когда все население, в том числе мигранты, стремятся в два города, Москву и Питер, да, в Питере ситуация еще более сложна, на 5,5 миллионов населения, более 1 миллиона мигрантов, да, это очень серьезная проблема. И вторая проблема, которую я хотел бы, знаете, там, ну, свою тревогу выразить, это параллельники Соединенных Штатов, вот второе поколение мигрантов, пойдут ли они на завод, пойдут ли они улицу убирать? Вот в Соединенных Штатах тоже, вначале было очень много мексиканцев, они все работали, так называемые, мокрой спиной, убирали арахис, хлопок и так далее. А второе поколение пошли за велфером, они не пошли работать. Вы знаете, не породим ли мы кварталы, рабочие кварталы Парижа, вы знаете, аналогию с Москвой, не породим ли мы такие кварталы, когда первое поколение, на самом деле очень добросовестная работа, а второе поколение, будет ли оно работать? Будет ли оно работать за те же 10 тысяч? Говорят, кстати, что в Москве уже есть национальная анклава. Конечно, конечно, под Москвой уж точно можно видеть и так далее, да, ну, конечно, станции методов. Это очень серьезная проблема. Смотрите, это очень серьезная проблема, которую надо каким-то образом решать. Поэтому я разделяю ответственность, вернее так, тревогу наших коллег и так далее, и тревогу своей передаю всем. Давайте общаться со слушателями. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, Роман, Москва. Проблема даже не в том, что ребята, вот, таджики, узбеки, у них тут улица. Проблема в том, что так называемая Российская Федерация им больше ничего и предложить-то не может, собственно говоря. То есть мы сами настолько, прошу прощения, в одном месте, да, что вот эти ребята... Сюда поехали бы, я думаю, и шахматисты, и компьютерщики, но другое дело, что Российская Федерация не нужна. Вот в чем дело. Ну, то есть причина в нас самих. Естественно, естественно. Да, спасибо, Роман. Ну, это то, что вы говорили, да? Мне просто интересно, Роман, он гражданин какого государства? Меня только остается руками развести. Потому что, если свою страну называть так называемой, то, ну, наверное, лучше... Ну, согласитесь, страна и государство все-таки тоже разные, политологические в том числе понятия. Я Роману советую поехать тоже поработать где-нибудь, чтобы, может быть, там он себя почувствует комфортно. Иван, в этой программе каждый имеет право на свое мнение, а я не возражаю. Сегодня 20 миллионов русских живут за рубежом, работают, трудятся, бизнесом занимают, и олигархи, и все. Много живут тоже. Почему они там живут? 300 тысяч в Лондоне. 700 тысяч в Германии. Так что, есть чем гордиться. Но они приехали на законных основаниях подавляющих большинств. Вопрос незаконный. Подавляющий большинств на законных основаниях. Но мы договорились, что это проблема внутри России. Это не проблема мигрантов. Если страна имеет триллион, если сумма пусть 2,5 миллиона в Москве, да, и миллион в Петербурге, это вопрос государственной власти. Вы где, господа? Реклама не дала мне досказать. Я считаю, что вообще-то крупные мегаполисы должны быть свободны от мигрантов временно. Хотя Москва и Питер. Вот это может быть спорно. Спорно. Очень спорно. Сразу говорю, спорно. Но я считаю, что пока необходимо это... Коим образом обеспечить? Это можно обеспечить. Вы знаете, вот политическая воля, вы знаете, стоит только сверху сказать. Но вы же понимаете, что это коррупционная еще одна кормушечка. Найдутся люди, которые будут решать эту проблему для мигрантов. Вы много знаете мигрантов в Пензенской области, в деревнях? Или Псковской области, или Костромской. Как правило, они все вокруг мегаполисов. После этого мы говорим, они хотят поднять нашу экономику. Они могут поднять. Ну и многие русские стремятся в мегаполисы. Да, понятно. В свои столицы, да. Понятно, но имеют право, знаете, граждане этой страны. Ладно, остановимся. Это действительно дискуссионный момент введения моратория на мигрантов в двух столицах. Хотя, я думаю, с точки зрения популизма, это сейчас на ура пойдет. Политическим деятелем ты не занимаешься. Да, это слава богу. Нет, ведь очень сложно запретить людям селиться в каких-то районах или компактно проживать в своей диаспоре. Рекомендовать почему? К Вебеку, Канаду, например. В Канаду приезжайте, да. Если вы селитесь в Гандер, да, и Ньюфаундленд, вам плюс два балла. В Великобританию, упоминаем здесь, если вы заканчиваете шотландский университет, вам пять лет на поиски работы. Понимаете? То есть, они тоже развивают свой депрессивный район. Если бы я давно вас не знал, да, я бы другое подумал. Ну, право применения в Российской Федерации, администрирование. Ну, давайте ничего не будем делать, Юра, да? Нет, я за то, чтобы делать, да, но не пытаться вот сделать вид, чтобы мы сейчас вот концепцию приняли, да, и вот у нас все изменилось. Да ничего не изменилось. Я посмотрю еще, как она будет реализовываться. У нас сколько было всего принято? По разным направлениям. Много чего реализовано. Зато у нас у всех на слуху. Оборонсервис, Военторг, Славянка и все остальное. Там тоже мигранты? Нет? Нет, я все-таки считаю, что, в первую очередь, мы о незаконной миграции вообще не должны говорить. Хотя вполне возможно, что и там тоже есть мигранты. Добрый вечер. Только другой стороны. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Леонид. И я хочу вот сказать вашему товарищу, да, по поводу Москвы и Ленинграда, ну, в Пенинской области, в совершенно депрессивном городе Никольск, мои знакомые, ну, как соседи, мои тещи, грубо говоря, наняли группу китайцев для работы на мебельном производстве. Вот выйдется Пензенская область недалеко. Где Китай, а где Пензенская область? Вот, и это к вопросу о миграндах в Москве и Питере. Спасибо. Спасибо. Ну, это какая-то реплика была. Добрый вечер, как вас зовут, Алё? Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Да, Алексей, слышу вас. Здравствуйте. Я бы хотел вот насчет миграции и нелегальных миграций... Давайте, давайте. Время не тяните. Вы же уже в прямом эфире. Да, я понял. Спасибо. Я считаю, что нужно создать нелегальным именно мигрантам невыносимые условия в плане здесь, в России, чтобы, грубо говоря, ну, вот у нас скорую, например, вызывают, на живое огнестрельное ранение вызвать наряд милиции. Вызвали скорую к нелегальным мигрантам, пусть вызывают милицию, пусть вызывают ФМС, пусть его депортируют. Притом не за счет государства, а за счет его. Или, там, не знаю, записывают долг его стороне, госдолг. Вот так вот. Чтобы им здесь невыгодно было находиться... А вот невыносимые условия чиновникам, которые делают бизнес на мигрантов, вам не хочется создать, как гражданину России? Может, с этого стоит начать? Понимаете, с чего-то надо начинать. А вот кто первичен? Мигранты или чиновники, которые разрешают им это все делать? За счет методики репрессии... Чиновников у нас все-таки пока меньше. А, чиновников... Чиновников у нас все-таки пока меньше. Щадячий режим, я понял, да. Спасибо. Кто-то готов прокомментировать? Ну, репрессии, что здесь можно говорить, я думаю, без комментариев ставим. Человек, если хочет кого-то, да, надо наказать. Ну, конечно, у нас националисты, когда их вот родился моральный и психологический комплект был против Капказа, тут же они... Кстати, сегодня два года, да, вот Капказцы, когда они не могут вот дараться, потому что они отпор дают, тут же азербайджанцы сразу отпор дают. Надо кого убить, вот таджики, узбеки, киргизии, которые лопатом снег убирают. Мы немножко в другую цену шли. Нет, вы знаете... Поэтому репрессии, это не решает проблему. Проблема надо решать. Не может быть решает репрессии, конечно. Это так эмоционально. Проблема надо решать. Иван, коротко. Основы концепции, законы. Легализация. Да, легализация. Коллеги, мне кажется, общественная стабильность дороже любых репрессий, которые можно придумать. Вот все-таки какая-никакая стабильность у нас есть, лучше идти по пути взаимопроникновения в культуру друг друга, взаимопознания, выработку каких-то общих правил сосуществования и нормальных юридических норм, по которым всем можно будет работать. В Западной Европе, чтобы пригласить, прошу прощения за этот термин, мы сегодня употребляли гастарбайтера и так далее, он три раза дает объявление, что ему требуется такой-то работник. И если из жителей этого региона резидентов никто не подаст, только тогда он имеет право приглашать иностранного работника. Решу это о странных членах ЕС или... Нет-нет-нет, запретил ЕС тогда. Например, тот же бизнесмен в Ирландии открыл что-то, ему требуется, например, суперкомпьютерщик и так далее, он дает объявление три раза. И если три раза уже нет, тогда после этого уже имеет право. Я думаю, что такое право на первоочередную доминанту на получение рабочей силы для россиян, я думаю, однозначно стоит принять. Но не репрессию, понимаете? Нет-нет-нет, термина... Инфильтрация, то есть вот разные варианты, но самое главное, что в правовом поле... Нет, ну это понятно, эмоционально, только в правовом поле, только обеспечение... Потому что я бы, на самом деле, я бы создал невыносимые условия для чиновников, которые на этом пилят и распиливают. У меня же масса ребят, знакомых, очень крупных и средних бизнесменов, они же мне тоже рассказывают. И те, кто хотели бы в законе, что называется, пригласить, заплатить. Создаются такие условия, что идешь в соседнюю конторочку. Вот, и ребята же тоже, и питерские, вот мои близкие, знакомые, нечестно мне об этом рассказывают. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, добрый вечер. Это Вадим. Да, Вадим. Я вот хотел комментарий к вашему слушателю. Если можно, только лаконично, да. Вот он говорил, там, 180 легальных и 2,5 нелегальных. И нерегулируемые процессы в этом управлении. Я думаю, что уже как в 19 лет это все очень хорошо регулируется, просто показывается маленькая часть, что у нас легально. И нелегально. И уже процессоров не хотят отдавать деньги, то, что уже и так получается. Конечно, да, абсолютно я с вами согласен. Триллион. Никаких комментариев здесь быть не может. Да, кто отдаст запрос-то так. Сейчас. Концепцию приняли. Я не против концепции, да, я не против хороших бумаг. Дальше-то что? Вот с этими ребятами, которые триллион пилят, вы что будете делать? Понятно. И все. А дальше у нас, знаете, идут рассуждения, там, дебаты. И все в песок. Вечер добрый, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Денис. Да, Денис. Я вот не соглашусь с мнением одного из ваших гостей по поводу установки каких-то квот, сожжения мигрантов в крупных городах России. Дело в том, что являясь жителем Подмосковья, я себе представляю, что может тогда произойти с подмосковными городами, которые превратятся в такой некоторый фильтр для приезжих. И по факту эти люди будут обслуживать потребности города Москва. Да, оттуда будет идти инфильтрация в столицу, да. Речь идет только о гражданах страны. Только речь идет только о резидентах и нерезидентах. Конституция России гарантирует... Нет, там я понял, умысел был такой, значит, Подмосковье станет такой, офшорный, в кавычках, зоной, да, через которую будет происходить инфильтрация. Тогда столичный регион будем называть так. Да, мы тогда придем к советской практике, сослать в Тулу за гомосексуализм, да? Нет, это не будет 101-й километр, это понятно. Да, добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Виктор, я из Ростовской области. Да, Виктор. Думаю, в данной ситуации виновата государственная власть и, прежде всего, чиновники, которые приглашают мигрантов, людей в такие условия, которые не соответствуют никаким нормам. Мне кажется, это преступление. Причем против собственного государства, я с вами согласен. Агамали и Мухаммад, по 30 секунд, по 20 даже секунд. Ну, первое. Вопрос решится? Вопрос решится, однозначно. Каким образом? Он должен решиться, просто другого варианта у нас нет. Иначе, знаете, темпы безработицы в нашей стране уже начинают зашкаливать. Мухаммад, 10 секунд. Да, я буду говорить по-другому. Мы будем, мигранты, которые сегодня российские граждане, мы будем защищать его интерес. Мы хотим правовое поле жить. Как Федерация мигрантов России. Спасибо огромное, господа. Это реальное время на Финам.ФМ после краткого выпуска новостей. Итоги дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова